Владимир Ружицкий встретился с дольщиками ЖК Грин Сити в Красковье. Глава городского округа Люберцы пообещал сделать все возможное, чтобы к 25 декабря люди получили ключи от новых квартир. Кроме того, он ответил на все возникшие в ходе встречи вопросы. Также дольщики смогли войти в свои квартиры и оценить ход ремонтных работ. Что-то здесь кухня будет, здесь диван поставим, здесь телевизор, конечно. Татьяна Новикова уже знает, как будет выглядеть ее квартира. Вместе с мужем они купили ее около четырех лет назад. За это время супруги были здесь всего два раза, но Татьяна радуется даже этому. Где-то года два назад нас пустякали смотреть, ну, я уже говорила, наверное, что-то трубы здесь все было, вот какими-то стояками все завалено было, батареи не было еще. Вот сдвиги видно, чистенько стало, убрали все лишнее, батареи поставили, разводка. Сегодня дольщики многострадального ЖК Грин-Сити наконец-то попали внутрь дома. Люди ходили среди холодных бетонных блоков, разглядывали будущие квартиры и представляли, как будут получать от них ключи. Ведь это событие, по словам главы городского округа Люберца Владимира Ружицкого, не за горами. В физический дом мы 100% ставим задачу 20-25 декабря полностью застроить, полностью, под ключ. Ставлю задачу, у нас тоже все необходимое мы делаем параллельно, чтобы все документы, которые касаются оформления собственности, значит, все процедуры, связанные с регистрационной палатой, выдачей вам ключей и документов, тоже произошло до Нового года. Напомним, история с ЖК Грин-Сити, это два 17-этажных дома, закрутилась в 2016 году, когда компания-застройщик на протяжении четырех лет, проводившая здесь ремонтные работы, внезапно их остановила. Около года дольщики боролись за свои метры, а этим летом финансирование объекта взяла на себя местная администрация. Количество квадратных метров, которые мы всегда забираем и даем бюджетникам, учителям, медикам, ветеранам, погорельцам, участковым, мы эти метры сняли, перевернули в деньги, это более 200 миллионов рублей, и за счет этого сегодня достраиваем. Каждую среду в 6 часов вечера на объекте проводится оперативное совещание. По словам Владимира Ружицкого, в нем могут принимать участие и сами дольщики. Мария Лапчева, Александр Богданов и Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и ставьте лайки, будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова